итак друзья всем привет взял я опять новую тачку но теперь уже вышел не на зарплату на аренду вот пожалуйста смотрите новая тачка стоит 2600 рублей в сутки ну как новая это для меня она так-то по году 19 вроде 150 лошадиных сил двигатель 2 литра также тут косяки конечно тоже есть по кузову вот допустим вот такие но это у всех губа это такое больное место она как бы постоянно царапается по остальным параметрам она нормальная задняя резина кстати лучше чем передние так и знаете есть несколько причин почему я вышел на зарплату в общем первая причина это то что вещи которые ты постоянно здесь раскладываешь они постоянно теперь на месте во вторых вот видеорегистраторы когда выходишь на зарплату его нет смысла ставить потому что его нужно каждую смену снимать а тут один раз поставил и все на липучку он стоит и пишет еще когда ты номер автомобиля вносишь приложение парковки москвы тебе не нужно каждую смену делать это заново то есть каждый раз новый номер автомобиля вбивать я просто сейчас этот номер сохраню и буду постоянно с помощью него парковаться есть когда машина на аренде есть конечно ну свои плюсы на зарплате какие-то свои но вот на аренде то что она постоянно при тебе то есть ты ее под себя настроил все под себя сделал и она так и остается ну и всегда чистая конечно же да потому что я люблю что машина была в чистоте а так у нас сегодня суббота 23 12 время очень хорошие коэффициенты сейчас я начну работать так вот я убиваю свои данные парковки москвы теперь постоянно этот же автомобиль буду использовать и парковки нажал галочку использовать автомобиль по умолчанию пропан насколько я знаю переходник в этом стоит переходник нужен будет конечно даже не знаю где он крючок помешка кручуешь да да а сюда надо выставлять а вот так просто вставляешь вот так все отсоединять вот это так задерживаясь однокрасненькую снизу раз нажал только лицо на и убирать да лицо убираешь и она все туда да понял с таксометра можно заправить с таксометра можно заправить конечно ставил на большую так все получилось у меня поставить пистолет еще будем заправляться через таксометр 28 рублей 52 копейки стоит заправляться будем наверно на полторы тысячи короче на полторы тысячи рублей 52 литра получилось и он в тех колонках с какой-то шум началась когда я заправку начал оказался в котельниках и как всегда у них во дворах машины расставлены так с обоих сторон что еле-еле проезжаешь это еще кстати нормально считается потому что я видел еще хуже то есть я видел дороги когда еще уже двор то есть проезжаешь еле-еле вот хорошо что то люди зеркала свои прижали а прикиньте если перекресток водителям устроиться как вы будете здесь ездить вы не сможете здесь ездить вообще это нереально на газели или на форде грузовой так что придется чуть ли не не за 300 метров на тележке продукты таскать у меня по двору показывает значит я не хочу по двору ехать я посмотрим насколько тут узко да тоже очень узко вот машины такие конечно же в зоне риска если какой-то неопытный водитель будет заезжать то сами знаете что получится дтп ну а из котельников конечно же нужно валить и чем быстрее тем лучше я уже опытный поэтому таксометр отключаю сразу когда в области нахожусь ставлю кнопку домой и уезжаю реально нет смысла здесь находиться во первых я не знаю здесь дорог не знаю местность во вторых заказы будут скорее всего очень короткие и дешевые короче говоря взял кофеек и случился казус когда вот так тянулся за кофе мне его выдавали макавта я когда обратно садился я сел на свое же яйцо это пипец также пользуясь этим видео хочу сказать то что хотелось бы устроиться на работу да и ну и снимать про нее видео а так напишите свои идеи куда мне еще устроиться на работу будет интересно почитать три самых лучших идеи до интересных я зачитаю в следующем видео тогда так газу я заправил на полторы тысячи но вы видели да уже интересно насколько хватит а бензин и тут сегодня деление но будет интересно мне самому узнать но конечно же по-любому выгоднее должно получиться так время у нас два часа 23 минуты но глубокая ночь да вот решил немного выйти поразмяться так сказать потому что устал сидеть уже вон там кстати уже светлеет солнце выходит так что буду сегодня скорее всего встречать рассвет но не знаю как получится сейчас в чем плюс то что я на аренде и могу работать это захочу это конечно хорошо то есть мне нужно будет выполнять план какой-то я могу сам себе цели ставить по плану что я думаю хватит разминки так что видеорегистратор у меня пишет вот с ним конечно чувствуешь себя безопаснее тут еще такси вызвали комфорт плюс камри стоит вот ожидаю пассажира центре города стою на этом большой левшинский переулок 17 и поедем на улице толпухина по комфорт плюс было бы интересно работать только по комфорту плюс потому что в прошлом видео я включал комфорта там начинают падать всякое дерьмо дешевая не хочу серьезно зачем брать тачку по комфорт плюс потом еще и комфорт возить какой смысл да можно включать комфорт и даже эконом когда ты возвращаешься откуда-то издалека чтобы и была вероятность не бесплатно возвращаться тогда да я правильно подъехал на пассажир чё-то звонит алё да добрый здравствуйте да да-да Fucking пожалуйста просили подождать ну подождем место тихая улице тихо ничего нету сейчас покажу ну тут движение нету и соответственно камер тоже нет здравствуйте приехал я на улицу толпухина за 656 рублей в общем приехал на такой долгий заказ одной остановкой полчаса ехать примерно но 33 минуты 19 километров общий путь комфорт плюс ну цена должна быть хорошие примерно но я предполагаю рублей 800 где-то должно быть но еще посмотрим как завершу заказ я вам покажу короче говоря я угадал поездка на 836 рублей как я и сказал все отлично у меня да оптима большая . нормально удобно место больше чем в ковре максимально тут нет нет 2 литровая 2 литровая но 2 литра 150 лошадей но есть еще джетте там вести с лишним 230 у нас просто лансер был 9 да это просто комфортно чисто для комфорта это нет д класс бизнес бизнес это уже kia qorris например бмв пятерка а mercedes mercedes я серьезно как спад все все больше не переживай за 300 рублей на цене бь сейчас ехали 400 у вас кофе 300 рублей стоит нет 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 кофе ну латвь допустим ну 0,4 мы добро мы добро 0,4 сколько 160 рублей вот короче взял кофе сделали по-братски кофе за то что так довез спасибо да чуваки короче отдыхают на работе вот так надо работать на работу как на праздник так сказать вот но я дальше погнал работать вот такое кофе приятный сироп макдональдс и такого не делают могу нас конечно тоже сироп добавляют там все равно кофе он не авторские он здесь авторские так сказать короче пока еду пустой центр смотрю разные видосы как развивать свой youtube канал ну алгоритмы правила ну а чё пустым просто так ехать брать где брать иди ну как я уже вначале уже говорил про то что можно посмотреть и по конкурентам и ну и ну вот ну вот здравствуйте здравствуйте дарайся да а ну в короче говоря взял самсу ну точнее сейчас буду брать а у меня тут много мелочи 70 рублей нужно набрать сейчас наберу о чем не их таскать все равно избавляться надо короче говоря на ужин у меня вот такое сегодня свой точнее ужин не ужина то ли ужин то ли завтра короче неважно короче на любли но провел я примерно полчаса но пока обедал сходил в туалет доехал до волгоградского проспекта сейчас спал заказ по комфорт плюсу с волгоградского проспекта до города одинцова то есть цена должна быть около косаря да тут какой-то клуб они будут скорее всего не очень трезвые но надеюсь приличные здрасте ехали за 1060 рублей ошибся на 150 рублей нормально доехали быстро поймал заказ центре тверской бульвар не люблю в центре потому что но везде камеры но посмотрим если пассажир сразу будет на дороге стоять или сразу же выйдет тогда еще более-менее короче пассажиров моих нету поэтому задом сейчас сюда займу чтобы за парковку не платить просто не хочу баланс пополнять и платить 380 рублей в час поэтому заеду сюда во двор до приложение можно я не дотягивает не дотянет сторону перовского перова можем посмотреть тогда сколько это будет по приложению может отменить заказ и я отменить могу только через давайте я вам тогда дам powerbank вы измените адрес надо ездить домой брат найди пожалуйста и я это мое такси объедет на горшину да да тогда давайте хорошо надь где мое такси подруга хотела уехать за счет своих подруг прикиньте вот такое вот бывает она сказала только ничего не говорите им доброе здравствуйте мы тут немножко два такси перепутали ну едем на горшину 2 верно? на горшину 2 привез я пассажиров а пока мы ехали пассажир говорит типа а почему у вас камера повернута на лица пассажиров я говорю для безопасности но я повернул потому что выполнил просьбу потому что камера все равно не была включена а так если бы она была включена я бы отказался получилось бы дикое рубилово но не получилось так не получилось сейчас короче жду пассажира в этом же доме кстати и мы сейчас поедем в аэропорт Шереметьево терминал b ну хотел я домой доехать после этого заказа но раз уж заказ недалеко почему бы не выполнить может еще с аэропорт Шереметьево что-нибудь возьму посмотрим а так надеюсь это последний заказ потому что спать охота короче говоря оказался в аэропорту Шереметьево заказ ждать более трех часов чтобы уехать отсюда и думаю все таки поеду домой потому что время у нас сейчас скажу сколько 7 часов 43 минуты ждать неохота поэтому поехал я обратно так начинаю я смену точнее перед началом смены решил поесть вот такая порция 200 рублей стоит треска в беконе с этим с киноа и булгуром вот такое такая пища у меня будет в принципе вкусно и 200 рублей недорого короче в этот раз мне с тачкой повезло то есть когда даже получал ее то мне ее давали чистой вот показываю тут коврики чистые тут тоже сиденья тоже чистые то есть несмотря на то что машина старая все чистое и как будто новое допустим сиденье вот в хорошем состоянии сейчас покажу свое сиденье вот мое сиденье тоже не порванное ничего возможно его меняли либо обшивали заново вот такое сиденье короче включаю я короче таксометр включил два тарифа комфорт и комфорт плюс и мне падает заказ Балашиху с подачей 6 километров 8 минут ну я взял думаю что бы нет вот мне интересно опять дешманский заказ будет или какой если дешманский то я буду очень злой с подачей 6 километров а еще что хочу сказать по поводу этой тачки когда разгоняешься она пинается начинает пинаться короче но особенно с 40 до 60 если разгоняешься на третьей передаче по моему или второй точно не помню ну короче начинает пинаться вот в этом проблема а тариф комфорт плюс он же создан для того чтобы ездить плавно и получается стараешься плавно разгоняться а она начинает вот так пинаться короче здравствуйте 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 это камера снимает вас чтобы не напали да? да да в общем прикольно получилось доехали даже до цветного бульвара из балашки за 653 рубля у меня был вручный тариф комфорт и комфорт плюс в общем хорошая поездка получилась короче решил я снять маску задолбался уже в ней ездить после балашки еще один заказ был с цветного бульвара то короче не знаю докуда но очень не долго ехали 20 минут но дешманский заказ 327 рублей комфорт скорее всего поэтому комфорт я отключил работаем только комфорт плюс придерживаемся старой методики так сказать а тем временем накатано 5 тысяч 357 рублей 11 заказов а еще пчаны у меня такая проблема возникла у меня продуло все ухо короче я немножко оглох на левое ухо потому что кондиционер включен так что дует мне в ухо вот вот эта штука же есть но я ее отрегулировал так чтобы она теперь больше мне не дуло но все равно чуть-чуть продувает хотя я ее совсем выключил но блин факт есть факт что продувает короче поэтому с кондиционером поосторожнее конечно а то реально я два дня не слышал ничего практически а когда в хату сходил то слышал звон в ухе в общем приехал в элитный жк вот такой такие дома в басманном районе поедем мы ну с басманного района до чертановской улицы ну это бауманский район цена должна быть более-менее нормальной потому что будем ехать практически через всю москву думаю рублей 700 800 будет стоимость поездки здравствуйте здравствуйте чертановская 56 да выехать можем оттуда да а также из плохих новостей у меня закончился газ то есть я сейчас еду на бензине и еду заправляться пропаном на полторы тысячи рублей заправлялся вчера прошлый раз да и посчитаем сколько километров я проехал по москве в режиме такси с двигателем мощностью 150 лошадиных сил так ну что приехал на заправку пропаном сейчас буду заправляться так как я уже заправлялся один раз сейчас буду сам пробовать пока заехал на заправку посчитал расход топлива и расстояние которое проехал короче на полторы тысячи газа я заправился да и проехал я 495 километров ну короче 500 километров в режиме такси ну вот такие цифры получились сейчас опять полный бак заправил на полторы тысячи поехали работать до конца дня еще полтора часа есть думаю один заказ можно выполнить один длинный либо два коротких ну посмотрим так ребята я еду по волгоградке поймал заказ в кузьминках метро кузьминки по комфорт плюс интересно что такое комфорт плюс в кузьминках 羅 сет здравствуйте здравствуйте взамен проезд здравствуйте здравствуйте у вас нет женщин все люблю у меня есть power bank шнур да есть в общем очень тяжелой поездка была потому что клиенты требовательные и я не почувствую что машина дернуется но потому что на газу вот но сама поездка выгодная 969 рублей за полчаса вот и все на сегодня все 7400 сейчас короче почитаем еще поработал я в такси сколько 12 часов по-моему я работал она находился на линии где-то 14 часов если все посчитать может даже 15 но работал всего где-то 12 часов вот накатал я 7200 рублей по таксометру и плюс 300 рублей рука 7500 получается на заправку ушло где-то полторы тысячи рублей на полного бака газа да и еще 2000 аренда 2000 рублей аренда почему 2000 потому что первый день не сказали 2000 будет но я 2000 отдал и у меня аренду больше не снимали а так последующие дни 2600 рублей будет стоить также накопительный депозит 300 рублей принципе сегодня заработал 4000 рублей из-за того что ну более-менее так высыпаешься на аренде мне конечно удобнее то что я могу сам регулировать график но вы видели мои прошлые видео на аренде у меня как-то лучше что ли получается поэтому пока что на аренде буду находиться 4000 из них но пятикатка сразу на еду уходят но я еду никогда не вычитаю потому что тогда можно сказать и жилье нужно вычитать не нужно все вычитать нужно только основные расходы все а так сейчас думаю буду заканчивать хотя коэффициенты есть вывод можно сделать такой что зарабатывать можно машина у меня дергается но некоторые пассажиры это заметили то есть когда разгоняешься до машина начинает дергаться ну а так меня все устраивает если видео понравилось ставьте лайк подписывайтесь на канал всем пока а а и и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok